Приветствую вас. Страх перед отцом, его манипуляциями возникает у многих людей. И данная проблема является как следствием довольно-таки реальной угрозы, когда человек на самом деле может причинить какой-то действительный вред, действительный негатив, действительный какой-то ущерб. Так и вымышленный, когда человек, к сожалению, находится во власти своих, ну, иллюзий, своих представлений. Значит, что бы, на что бы я обратил ваше внимание в данном, в данном вот конкретном случае. Вы начинаете свой вопрос, Вирджини, сэм, того, что говорите. У меня есть молодой человек, который, он моя любовь, моя опора, вот, он, там, говорите вы, я уверен, он сделает все для, ну, для меня, для моей семьи, вот, для семьи, он работает много каждый день. Знаете, вот то, что вы стали, условно говоря, ну, приводить какие-то аргументы в пользу того, что этот человек надежный, говорит о том, что вы начинаете в безопасности. Ну, в своей безопасности вы начинаете, условно говоря, да. Вот. То есть, вы себя в безопасности не чувствуете, это, да, это, ну, связано, действительно, с вашей семьей, то, что в своей семье вы себя не чувствовали в безопасности, это правда. Но, вот какой здесь, на мой взгляд, есть довольно важный момент, то, что ваша безопасность, это ваша ответственность. То есть, как бы, это не ответственность вашей мамы, это не ответственность молодого человека, ну, вашего, вот, это не ответственность вашего отца, потому что все люди решают свои проблемы. На самом деле, как бы вы не пытались убедить себя в том, что для вас хотят самого лучшего. Я вынужден здесь согласиться с вами в том, что, ну, как бы, действует в данном случае ваш ответственность действительно эгоистично, вот. И вряд ли такими, ну, вряд ли таким способом можно достичь, можно добиться, скажем так, чего-то лучшего для вас. Потому что это, как бы, ну, мягко говоря, способ драконовский. Я хочу обратить ваше внимание именно, именно и конкретно на то, что вы отра нуждаетесь в собственной безопасности. И для этого, как бы, сами вы пытаетесь опереться на других людей. Вот. Хоть вы и говорите, что я работаю и могу обеспечивать себя сама, да? Но вы же понимаете, что дело не только в этом. Дело в доверии к себе, своим чувствам, своим чувствам. Дело в выражении того, что вы чувствуете людям, с которыми вы общаетесь и так далее, да? И выстраивание определенных личных границ. Как бы, между вами и... Итак, меня зовут Вирджиния, мне 24 года. Какое значение для вас имеет возраст? Вы об этом говорите, ну, в первую очередь. Работаю и могу обеспечить себя сама. Какое для вас это имеет значение? Вы об этом говорите во вторую очередь, но живу пока с родителями. Что для вас означает, что вы живете с родителями? Уже 3 года я встречаюсь с молодым человеком. В нем я уверен, он мое надежное плечо, он мое любовь. А может быть так, что вы в нем не уверены? То есть, понимаете, да, тревожность здесь идет? Он мое опору, работает каждый эпизодик, и поэтому, наверное, он делает все для своей семьи. Что это значит? Сделает все для своей семьи. Что это значит врачине? Это для вашей семьи, вы имеете в виду, он сделает все, или что? Это, понимаете, да, опять же, вопрос про тревожность. Про вашу тревожность. То есть, пока он работает каждый день, пока он в эпизодиках работает, вот, как бы, вы можете ему доверять. В прошлом году мы собрались пожениться, но мои родители с родственниками оказались против. Без, пока, привязки к обстоятельствам, что для вас это значит? Отец манипулировал и шантажировал меня матерью. С детства в роли жертвы, потому что шантажировать и манипулировать можно тем, кто позволяет это делать. Если я уйду, то он разведется с ней. Ну и пусть разводится, в чем проблема, в чем проблема. Все говорили, если любишь его, и тебе дорога его жизнь, и жизнь для матери, то бросил его. Это проблема личных границ. Ладно. Да? То есть, неуверенность такая. Мне даже любого угла не дали никакой поддержки шанса. Вот. Понимаете? Понимаете, да? Вам необходима поддержка. Чтобы оттуда выбрали. Почему? Потому что вы не доверяете себе. Вы не опираетесь на себя. Отец человек агрессивный, я боюсь даже не своей матерью. Насколько у вас страх обоснован? Если страх обоснован, нужно решать этот вопрос в зоне юридической плоскости. Из-за страха не могу до конца оставаться с неба, но мне тоже нужна семья. Понимаете, какая штука? Вам нужна семья. Не человек. А семья. Чтобы себя защитить. Вы нацелены на семью. Это не плохо, что вы хотите семью. Просто семья – это не самоцель. Понимаете, да? Так, я пытаюсь понять, что они хотят мне только лучших, кто они. И пытаюсь отградить от плохого. Как бы, это выглядит не для того, что вы пытаетесь понять их, а для того, что вы пытаетесь их оправдать. Мама-то сама, кстати, что говорит. Вообще. Но это создание больше похоже на эгоизм. Это правда. Это правда. Все люди эгоисты. И просто есть эгоизм такой деструктивный, а есть эгоизм конструктивный. В данном случае мы столкнулись с деструктивным эгоизмом. Я стараюсь помочь им деньгами и работаю каждый день. Вот, понимаете, я как бы... То есть вы, условно говоря, привязали их к себе. Вот. Вы приучили. Приучили их к своей помощи. А потом удивляетесь, почему они не хотят. И хотят, чтобы вы уходили. Что с ними такое-то, что им помощь нужна? Передо мной поставили ультиматум. Либо родители, либо он. Но сказали, при этом, что если уйдут, то навредят и ему, и моей матери. Кто они, я опять же не понял. За угрозы можно и в суд, в принципе, подать. О том, что могу забыть, что у меня есть семья. Я буду для них меркланник. И никто до конца жизни не простит меня. А что для вас это значит? Такое ощущение, что вы очень боитесь остаться одна. Это страх одиночества. Я из-за своего страха не уехал с ним. Это страх за мать, или все-таки страх остаться одной? Мы до сих пор общаемся, любим друг друга, планируем уехать. А как, если вы выбрали остаться своей семьей? Как мне перебороть этот страх? Нужно увидеть, в чем там угроза конкретно. Если остаться одной, это недоверие в себе, да, неуверенность в себе, низкая сумма оценка. Если страх сломать, то это чувство вины. Мне обидно, что мои родители не поддержали меня. Понимаете? Да, это ваши ожидания. Это ваши ожидания. Мне больно, что они не услышали, не поняли моих чувств, хотя я уже не маленький. А вот эту боль, необходимо прожить и разобраться, что в ней находится. Прямо что эта боль, это важная возможность для роста, для развития. Вот. Эм, так, хотя я уже не маленький, имею право решать сама. Меня так запугали, что я не могу принять решение. Вы для себя противоречите. Если вы не маленькая, взрослая, и можете решать сами, это вас бы не запугали, и вы бы не оказались в ситуации, где не можете принять решение. Как мне перебороть этот страх, чтобы чистить свойство создать семью? Я думаю, что здесь в принципе неверная постановка вопроса. Дело в том, что... Сейчас у вас парадигма покажет, что... Вот была одна площадка, где я хотела чувствовать себя в безопасности. С этим ничего не вышло. Я хочу создать другую площадку, где я чувствовал себя в безопасности. За это вам не нужно избавиться от первой площадки. Ну, вы по сути меняете зависимость на зависимость. Даже если ваш молодой человек будет идеальным. Тут, мне кажется, нужно выходить на более высокий уровень. На более глубокий уровень. Вот. И не стремиться именно к семье. А работать с вашими негативными чувствами. Вот. И с личностной реализацией себя. Чтобы вы не были зависимы, как таковая, от семьи. Но в то же время, чтобы вы были свободны в выражении своих чувств. Чтобы вы устраивали отношения, исходя из этого. Вот. Понимаете? И еще чувство вины. Повторюсь, у вас есть чувство вины в данном случае. Потому что, вот, вы говорите с чистой совестью. Это значит, у вас есть вины. Виной тоже нужно поработать. Вина это, как правило, подавленный процесс, злость и так далее. Вот. Что я делал что-то не так и так далее. И так далее. На этом все. Надеюсь, что я вам помог. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Ни с каким страхом бороться не нужно. Потому что это подавление чувств. Вам нужно, наоборот, разбираться в своих чувствах и понимать, о чем этот страх говорит. Желаю вам всего самого доброго и удачи.